Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова доктор Кравцев. Сегодня мы поговорим о такой теме, как вторичный нарциссизм. Ну, для тех, кто не знает, у нас есть официальные версии. Это такой открытый нарциссизм, или первичный нарциссизм, или брондиозный нарциссизм. Ну, соответственно, если очень коротко, тут когда проявления нарцисса идут по классической схеме, которые везде описаны, и кому более интересно, конечно, вы можете ознакомиться с моими выпусками. Подсказочки будут в конце этого видеоролика. В конце видеоролика, где всплывают, соответственно, вот эти вот видюшечки все. Значит, далее. Далее. Ну, есть скрытый нарциссизм. Опять же, уже здесь не так явно. Человек очень часто играет в жертву, может транслировать жертву, но, тем не менее, это, соответственно, будет нарциссическое поведение. Такое, опять же, более подробное, это в двух словах совершенно не точно, так скажем, более подробно вся информация на канале представлена, в том числе со ссылками на DSM-5. Нарциссизм, перемешанный с социопатией, существует, да, когда уже человек переходит черту, он становится социопатом таким, он более агрессивен, может быть опасен, и, соответственно, конечно, такого нарцисса, мы говорим, что от него нужно дистанцироваться или его даже куда-то переместить в места, так скажем, где ему могут оказать более серьезную помощь. То есть мы уже переходим рамки психологии и уходим в психиатрию в случае социопатии. Ну, а вторичный нарциссизм – это концепция неофициальная, то есть есть более какая-то официальная, которую предложил Фрейд, мы сегодня будем говорить или Фройд, кому как удобно, вообще Фройд пойдет. Вот, и, соответственно, мы будем говорить о том, что это очень похоже на то, что он предложил, потому что в рамках той статьи, которую я читал, да, на зарубежном форуме, ну, там так и предполагалось, что первичный – это в норме, которая у нас у всех есть, но, скорее всего, Фройд подразумевает первичный нарциссизм. Ну, по крайней мере, честно скажу, я не читал работу Фройда о нарциссах непосредственно, ну, не вижу даже в этом смысла какого-то, потому что, на мой взгляд, ДСМ более современно. Ну, вот старые все авторы, они путались, по крайней мере, упираясь на то, что, ну, истерию, кто-то истерией называл нарциссизм, кто-то нарциссизм называл истерией, вот эта грань была, да, достаточно не очень хорошая, и часто приводится как вот истерическое поведение, это такой нарциссизм в норме, условно, да, когда человек просто немножко пытается привлечь к себе внимание, получить позитивных, больше позитивных оценок и одобрения, собственно, вот, или просто привлечь, да, к себе внимание первично. А, соответственно, нарцисс уже действует по-другому, ему важно одобрение от какого-то индивида, ему важно привлечь внимание каких-то отдельных конкретных индивидов, ну, и дальше, соответственно, на их фоне возвышаться путем того, что они будут, скорее всего, пытаться унизить и опустить самооценку данных индивидов. Вот, ну, это если коротко, да, как-то формулировать. Вот, соответственно, что мы смотрим по итогу, люди, которые длительное время находились в браке с нарциссами, они, соответственно, здесь начинают приобретать их черты, да, и сравниваются как с укушенными вампиром, там, Дракулой ситуация, то есть вот он, вспомните, когда он кусал своих жертв, не все становились красивыми вампирами, и кто-то становился такими вот ползомбаками какими-то еле-еле ходящими. И это все связано с тем, что действительно жертва, она мозаично принимает на себя этот нарциссизм, по сути, вторичный, то есть вот эта вот вторичность нарциссизма, она просто развивается из-за страха получить еще одну, как бы, психотравму, да, еще один удар, вторичный удар получить. И человек начинает бояться вот этих всех унижений, видеть кругом вокруг себя одних нарциссов. Любая мотивация расценивается как нарциссическая мотивация, да, то есть там друга, подруги, вот если сначала у нее муж был нарцисс, да, муж был действительно нарцисс, он ее триггерил, потом она среди мужей, среди подруг, друзей, там, всех вот видит, только исключительно нарциссами. То есть сужение такого кругозора, да, сужение коридора интересов и видений, то есть огромный страх за свою самооценку, формируется страх за себя, что мне нанесут удар, что я постоянно нахожусь в опасности. И это такой несколько жертвенный формируется нарциссизм, что вот я жертва, я постоянно жертва, я чем-то жертвую, я, ну, то есть, или должна, или я буду так себя вести, потому что я навешиваю на себя, или у тебя постоянные жертвы. Либо я не буду себя так вести, начинается уже близкое, ну, такое пограничное несколько бывает поведение, вспышки какие-то, агрессии начинаются. Вот, и все это из-за того, что появляется страх быть вторично травмированным. И вот это вот состояние называется вторичным нарциссизмом. То есть, по сути, по сути своей, в корне своей, оно не является чистым нарциссизмом, да, в своем проявлении, оно является вот таким вот страхом. Но, во-первых, из-за того, что если вы 10-5 лет с человеком живете, вы и так у него наберетесь каких-то, да, фишек в поведении. И, во-вторых, если еще он вашу самооценку разрушит, да, вот вам очень визуально, очень близкий образ в поведенческом структуре, такой поведенческой структуре индивида, он получается действительно очень нарциссический. Вот, с этим нужно просто работать, не нужно этого как-то бояться. Многие через это проходят, многие даже самостоятельно с этим справляются. Но, конечно, лучше, соответственно, какие-то психотравмы пытаться все-таки решить со специалистами, если вы считаете, что они у вас есть. Вот такая вот суть вторичного нарциссизма. Также к этому относятся, допустим, могут относиться состояния с нарушением выброса кортизола, с нарушением деятельности щитовидной железы. Потому что, если щитовидная железа очень сильно работает и формирует стереотоксикоз, мы можем получить манией, такие состояния более маниакальные, даже если это субклиническое проявление, да, такое скрытое проявление, латентное проявление стереотоксикоза. То есть даже небольшие, какие-то акцентуированные изменения щитовидной железы в сторону повышения гормонов на фоне дополнительного стресса, конечно, будут сказываться на том, что вы будете гораздо ярче переживать ваши тревоги. И наоборот, если деятельность щитовидной железы даже в субклиническом смысле или в атентном смысле пригашена, да, ну и банальный йод-дефицит, к примеру, как самое простое, в котором все слышали, но вы наоборот будете быстрее уходить в депрессию, вы будете испытывать чувство подавленности и так далее. Также я снимал выпуск о надпочечниках, да, о женщинах, вообще три кита женского здоровья, то есть где я говорил, что бывают эстрогены погашены, бывает тестостерон у женщин погашен, которые зарабатывают надпочечники, бывает кортизол и так далее. И все это тоже приводит к состояниям близком гипомании, к депрессии. Ну, тут уже нужно разбираться. Это состояние может, конечно же, на фоне пребывания с нарциссом развиваться, развиваться на фоне стресса. Поэтому, конечно, психология, психиатрия, эндокринология, они в этом смысле неотделимы, потому что, да, все проходит через гипоталамус, и все, что мы восприняли, всю окружающую среду, будет транслировано внутрь нас. И все, как меняется внешне окружающая среда, да, в том числе индивиды, которые нас окружают, все это в каком-то смысле попадет к нам вовнутрь. Да, и я думаю, что именно поэтому, в свою очередь, вот эти вот всякие культурные, колдунские, да, вещи были, когда люди себе так и представляли, что существует энергия какая-то, которую мы транслирует каждый человек, и мы друг на друга этой какой-то энергией влияем. Ну, не знаю, пока какую-то энергию, да, сложно об этом, обо всем говорить, а вот психоэмоциональное состояние, которое мы друг другу транслируем, оно действительно может передаваться, это и есть научный факт. Вы наверняка замечали, что если рядом полно тревожных людей, эта паника может передаваться. Если вы длительно находитесь нарциссическим человеком или человеком, находящимся в депрессии и так далее, вы, конечно, все это будете заимствовать. Поэтому здесь, на мой взгляд, не так важна научность концепции вторичного нацистизма, как просто понимание того, что если вы длительно находитесь с любым человеком, у которого есть расстройство личности, вы становитесь тоже на шаг как бы вперед к какому-либо расстройству личности. Дорогие друзья, если вам интересны подобные темы, напишите мне об этом, пожалуйста, в комментариях. Я буду почаще снимать такие темы в домашнем таком окружении. И, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Субтитры подогнал «Симон»!